Привет, мои хорошие! Сегодня буду делать маникюр с покрытием, а также проводить один эксперимент. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Мы с вами, я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки, и именно с этими ногтями я буду проводить сегодня эксперимент. А какой именно, вы увидите чуть позже. Несмотря на то, что этому покрытию уже больше месяца, база все-таки относилась очень хорошо. Да, конечно, из-за того, что длительный период на некоторых ногтях все-таки пошли отслойки, но это и не странно. Сразу отвечаю вам на вопрос по поводу этой базы. Это камуфлирующая база от торговой марки Leaf. Ну а пока я спиливаю старый материал до тонкой подложки, не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Ведь здесь вы найдете очень много интересной и полезной информации. Дальше на основных процессах я останавливаться не буду, потому что я уже неоднократно об этом рассказывала. Но если у вас вдруг остались какие-то вопросы по поводу техники, то пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, маникюр сделала, так что могу приступать к покрытию. Кстати, вы видели, что я сегодня использовала шабер. Что-то в последнее время мне захотелось вернуть его в свою работу, и я прям кайфую от результата, потому что получается прям очень чистый маникюр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы шабер в своей работе. Как я и сказала в начале видео, я сегодня буду проводить эксперимент. Ранее такой дизайн я не делала, точнее не делала его в такой технике, мне очень интересно. Моя девочка согласилась на этот эксперимент, поэтому я изначально тонким слоем нанесла базу, потому что здесь нельзя наносить базу именно плотным слоем. А потом приступила к цветнику. Тонким слоем нанесла на все пять ногтей и отправила руку в лампу. А с следующим слоем уже будут эксперименты. Сразу же на второй слой, пока гель-лак мокрый, я посыпаю прозрачной акриловой пудрой. Сейчас объясню, для чего я это буду делать. Одна из моих подписчиц спросила меня, делала ли я аэрографию на покрытие акрилом. Я сказала, что нет, но мне стало очень интересно, как это. Поэтому я нашла информацию, как это делать. Мне стало очень интересно и я решила попробовать. А что с этого получится, показать вам. Кстати, если у вас есть какие-то идеи, которые вы сами не рискнули бы попробовать, но хотели бы увидеть процесс, как это сделать, пишите мне в директ, в инстаграм. Если мне понравится такая идея, я обязательно попробую ее повторить. Пока ногти с акриловым покрытием сушатся в лампе, я смешиваю краску для аэрографии. Знаю, что сейчас у многих могли возникнуть мысли, зачем так заморачиваться, зачем покрывать цвет акриловой пудрой. Ведь можно было сразу сделать вот это напыление краской. Да, действительно, можно было сделать его сразу и, возможно, получилось бы тоже хорошо. Но очень часто, когда мы смешиваем вот такие контрастные цвета, когда она ярко-розовая и сразу делаем светлое напыление, могут появляться разные точки. А вот эта акриловая пудра должна была сделать прям очень плавный переход. Ну, давайте в конце все-таки посмотрим, получилось сделать плавный переход с помощью акриловой пудры или нет. Кстати, напиление я делаю в два захода. Изначально делала розовым, а потом к розовому замесу добавила еще больше белого. После того, как краска высохла, я взяла базу, чтобы ее закрепить. И на этом этапе я сделала ошибку, потому что я взяла базу Коди. Обычно я именно ею закрепляю аэрографию, а она кислотная. И посмотрите, что получилось. Когда я тянула кисточкой, с акрила немного снялась краска для аэрографии. И получились вот такие точечки. В конце перекрыла дизайн топом. И в целом получилось неплохо. Но меня не очень устраивал результат, потому что я все равно вижу вот эти точки. Я не остановилась. Я продолжала экспериментировать. Ко мне пришла моя клиентка, показала один переход. Я посмотрела на него и поняла, что буду сильно возиться, если буду делать его либо просто кистью, либо обычной аэрографией. И решила опять проэкспериментировать. И смотрите, что с этого получилось. В этот раз аэрографию по акрилу я перекрыла очень тонким слоем молочной базы. И получился прям очень красивый переход. Я осталась очень довольна. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, что оно хоть немного было полезным для вас. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.